Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня с нами Виталий Микрюков и мы говорим о лазерном удалении, о поведении пигмента, кожи и как правильно делать, как неправильно. Много вопросов обсуждаем. Конкретно сегодня у нас чем отличается поведение пигмента перманентного и татуировочного при удалении лазером? Отлично. Ну, скажу так. Принципиальная разница с медицинской точки зрения между татуировочными пигментами или перманентными пигментами по большому счету не существует. И то, и другое – это инородные вещества, инородные тела, которые мы вводим в кожу. Опять же, достоверно сказать, достоверно точно, мы с вами не можем по дисперсности пигментов. То есть, насколько есть информация, что перманентные, более мелкие, более крупные, а татуировочные более мелкие, поэтому они вот так расплываются. Там вообще, да. Вариантов целая масса, да. Поэтому как бы у нас достоверной информации нет, это все на уровне, какой-то информации где-то написано, где-то услышано и так далее. Поэтому проверить с вами какую-то 100 нанометров или 500 нанометров по размеру грамм. Ну, ты же замечал, ты удалял? Есть разница удаления, допустим, воздушной татуировки и перманентного макияжа? В целом разница есть, я могу сказать, в чем. Даже не в том, какой пигмент именно, потому что можно и татуировочными пигментами делают, и то, и другое, и так далее. В общем, то есть как бы дело в основном в технике и в месте нанесения, в общем-то, да, потому что лицо, кожа лица у нас кровоснабжается в разы лучше, чем кожа на теле. Поэтому удаление на лице, будь то татуировка, либо татуаж, происходит гораздо и гораздо, ну, более легко. Плюс техника, в общем-то, да, сейчас преобладает в основном техника перманентного макияжа, воздушная, то есть какие-то мягкие растушевки, пиксельные там и так далее. И их удалять действительно легче и проще, потому что плотность внесения пигментов в кожу, плотность его распределения в тканях гораздо ниже, чем у татуировки. Если посмотреть, например, татуаж там где-нибудь 15-летней давности, который делали еще индукционными машинками и татуировочными пигментами, их удалить примерно так же сложно, как и просто татуировку найти. Ну, чуть легче просто за счет кровотока, в общем-то. Сейчас как мастер спрошу. Вот перманентные пигменты, которые я знаю, они очень не кроющие, за счет чего я тоже, я не лезла в химический состав, не знаю. Смысл в том, что я беру одинаково, как объяснить, перманентного пигмента в кожу надо внести намного больше, чтобы получить такой же эффект, если я буду делать это татуировочными пигментами. То есть я татуировочными делаю прям воздушно, прям дымка, светится кожа, вот там, и такой же техники визуально после заживления я добиваюсь перманентными пигментами, внося прям большое количество пигментов в кожу. Там, я не знаю, может, они там загустителя добавили, и он уходит бесследно, унося с собой пигмент. Потому что, ну, разница колоссальная, на самом деле. Реально много пигмента надо внести перманентного, чтобы добиться того же… Может быть, они банально как-то разбавлены, не знаю. То есть визуально мы не можем отличить, например, там прям плотность. Удаляются они одинаково, да? Ну, плюс-минус. Как бы сказать, что кардинальная разница между татуировочными, больше разница именно в технике, в количестве внесенного пигмента, то есть в наличии уже пигмента, оставшегося в коже. То есть, по сути, удаляются практически любые пигменты. Самые изысканные, которые я встречал, это тонер от лазерного принтера, это краска для струйного принтера и… Это на лице было? Нет, на лице татуировки. Ну, как-то. Все тоже интересно. Краска от струйного. И последняя самая меня убила – гуашь. Я не знаю, кто умудрится гуашью сделать, в общем-то. Я не знаю. Гуашью сделали, в общем-то. То есть, удаляется все – грязь, пыль, удаляется угольная пыль у шахтеров после травм, удаляется порох, сгоревший после каких-то петард взорвавшихся, удаляется просто грязь, попавшая в такие травматические татуировки. Поэтому татуировочные краски… Тут, говорю, вопрос в количестве внесенной, насколько оно плотно лежит в тканях, как бы там слой его, глубины залегания, в общем-то. То есть, это основные критерии. А так, пигмент, если он поглощает вспышку, то там побольше это все равно. Всем спасибо за просмотр. Это был Виталий Микрюков. Пишите вопросы в описании к этому видео, мы на них ответим. Всем пока!